В минувший вторник в Якутске состоялась долгожданная, если не для жителей всей республики, то как минимум для тех, кто проживает в центральной ее части события. В столице Якутии официально запустили Якутскую ГРЭС-2. Первая очередь станции – это один из четырех приоритетных проектов по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых Росгидро. Новый объект заменит выбывающие мощности действующей якутской ГРЭС-1, а ее построили более полувека назад, и логично, что она морально и физически устарела. Новая ГРЭС создаст и дополнительный резерв мощности в центральном энергетическом районе Якутии, соответственно, повысит и энергетическую безопасность жителей республики. Кстати, недавняя остановка работы первой станции показала, что решение строить объект правильное. Оперативно подать электрическую энергию потребителям удалось благодаря запуску мощностей ГРЭС-2. Сегодня объект уже работает. Его электрическая мощность составляет почти 200 мегаватт, а тепловая – более 450 гигакалорий в час. И второе, помимо прочего, поможет взять на себя нагрузку некоторых котельных столиц республики. Подробнее о церемонии запуска и о новом объекте расскажет Серглана Захарова. Якутская ГРЭС-2 заменит выбывающие мощности старой станции, которая была построена в 60-х годах прошлого века. Она обеспечит энергетическую безопасность центральных и заречных улусов. На торжественной церемонии глава Кабинета Министров России назвал символичным открытие Як-РЭС-2 в год экологии. Новая станция – это гарантированный свет, тепло во всех домах, в детских садах, в школах, в больницах. Это, безусловно, освещенные улицы городов и поселков. И, конечно, это серьезный импульс для динамичного развития самого региона. Здесь появятся новые возможности для реализации крупных проектов, для создания новых производств и создания новых рабочих мест, поскольку для всего этого нужна энергия. Новые станции отличаются от других проектов тем, что здесь используют в качестве топлива природный газ. Объект работает с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на базе современного ГАО-турбинного оборудования с эффективностью топлива в 75%. Тем самым она является самой мощной станцией на Дальнем Востоке и первым крупным энергетическим объектом, возведенным на вечной мерзлоте. Она обеспечит потребности существующих. Более того, мы переключение делаем по теплооснабжению. В этом году уже у нас 106-го квартала котельная «Якунская энергия» будет потреблять в теплооснабжении. В следующем году три котельных теплоэнергии. У нас стоит задача обеспечить максимальную нагрузку и ГРЭС-2 как по теплу, так и по небеснабжению. ГРЭС-2 открывает возможности не только для обеспечения надежного энергоснабжения, но и содействия занятости населения. Ведь какими бы современными ни были машины, ими должны управлять люди. Прошлым летом проходила большая работа по набору кадров. Петр Данилов – машинист-проходчик. Еще будучи студентом Новосибирского технического университета, он поставил перед собой цель – поступить на работу именно на ГРЭС-2. Были планы насчет этого, и так сложилось, что я попал сюда работать. Работа нравится, большая ответственность. Новая станция – это колоссальный опыт для меня работать на новой станции, также непосредственно участвовать при запуске новой станции. В цехе, где работает Петр, да и на других производствах, в основном трудятся молодые специалисты. О том, что запуск станции даст многогранный эффект не только в энергетическом плане, сказал на открытии на прямой связи Дмитрий Медведев. Конечно, это серьезный импульс для динамичного развития самого региона. Здесь появятся новые возможности для реализации крупных проектов, для создания новых производств и создания новых рабочих мест. Отметим, что строительство объекта началось в 2014 году по указу президента России. Через год после начала были закрыты тепловые контуры зданий, начат монтаж труб. К испытанию приступили с прошлого года. Сегодня ГРЭС-2 обеспечивает энергией столицу и 9 энергорайонов республики. Кроме того, он подает тепло и горячую воду в дома Якутска. Первая станция устарела как морально, так и технически. Уже в скором будущем проведение ремонтных работ в основании оборудования станет невозможным. Показательным была авария на Якутской ГРЭС этой осенью, когда несколько районов, в том числе и Якутску, шли в блэкаут. Тогда восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки удалось благодаря переключению на новую станцию. Грязь в Якутске дает определенные сбои в своей работе. Дело в том, что в начале 60-х годов построенная эта станция газотурбинная, она была экспериментальная. И, соответственно, никаких запчастей, никаких возможностей ее восстановить уже в последующем не будет. Поэтому мы в свое время обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И он дал поручение и профинансировал своим указом Росгидро, чтобы построить ГРЭС-2 в городе Якутске. С введением в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 республика вошла в энергосистему страны. Также планируется построить вторую очередь станции. Проект предполагает две очереди. Первая очередь четыре машины, которые уже сейчас установлены и до сегодня дают электроэнергию. И вторая очередь еще три таких же машины. То есть это дефицит мощности у нас где-то за 24-м годом. То есть есть еще время и для принятия решений, и для строительства будет эксплуатация вторая очередь. Отметим, что после ввода в работу новой станции устаревшее оборудование Якутской ГРЭС в течение нескольких лет будут постепенно выводить из эксплуатации. Также введение масштабного и финансово емкого объекта не отразится на тарифы потребителей. Сарглана Захарова, Александра Охлопкова, Владимир Павлов. Якутия. День за днем.